После того, как мы отправили, после некоторых передряг, капризов лётчиков, возмущения Артюкова, это известные факты, он там пистолетом грозил этим лётчикам накануне. Вот, Иванов остался у нас после последнего вот этого вертолёта, который унёс последних ребят, переночевал, а днём он без нас ходил. Без нас ходил, вот что-то нюхал, что-то смотрел, что-то сравнивал, а потом всё это выложил в своей газетной статье, где он там покаянную устроил и так далее. Говорю, вот я ещё пошёл, там рыжие иголочки, что-то нашёл, господи, этих рыжих иголочек было навалом. Потому что само время уже было, ну, начало мая, начало мая, то есть что-то уже должно сбрасывать, какие-то новые появляться. То есть весна, возрождение природы. А как он пытался по этим рыжим иголочкам определить, был взрыв или не был взрыв? А если он и был, как привязать это к дятлову или к дятловцам? Ну, он так и не понял, он как турист, хотя у него консультанты были хорошие, у него был Масленников, у него был Аксирот, у него был Серёжа Согрин в консультантах. Вот. Но это только грамотность. А вот это вот всёобщее понимание всех нюансов, конечно, у Иванова не было таких знаний. Вот он и метался, а может быть это, а может быть не это, а вот это и так далее. Он так и не понял, в чём причина гибели. — Владимир Михайлович, у меня есть вот здесь вопрос для себя. Я никогда не поняла, есть ли эти коричневые иголочки, это то же самое верховье дерево, которое сгорело из взрыва. Это то же самое? Или он говорит о две разные вещи? — Нет, именно он рассматривал это как следствие, следствие якобы взрыва. Он искал следы вот этих вот огненных шаров и так далее. И вот это вот отражение у Жаха, вот это вот ёлочки уже рыженькие, а вот это вот не рыженькие. Но это он написал спустя 30 лет, да? Это тайные огненные шары. — Да, да, да. А до этого... — В той же самую статью он написал, что их кожа там на дерево висела и какие-то... Ничего там не висело. — Знаю, вы говорили, что там всё проглядали вместо... — Да, потому что мне передал Блинов эту информацию, Блинову передали другие. И вот эта вот информация, она из рук в руки переходила, что, мол, они бежали вниз от палатки. Вот это там курумники были, три полосы курумника. Что там Слободин упал, разбил голову, а при нас эти курумники тоже были чистыми от снега. Так мы смотрели, ну ничего не было. Вот по прямой вот эта палатка, вот это мы, ну давай отойдём сюда, давай отойдём сюда. Не было, не было. А тем более, когда эти курумники были под снегом. — И это всё вы делали, студенты это делали на место следователей. Вы не только там искали тело, но ещё всё рассматривали для следы, что случилось. Это никто вам не говорил ничего. Вы как самый там следователь. — Да, только, Дени, мы не столь внимательно это смотрели. Просто мы проверяли ту информацию, которую нам передавали. — Ну, были приказы того же Артюкова, который заставлял нас делать радиалки, потому что ему кто-то там приказал, как и мне, а не ушли ли они в Америку. Ну вот мы смотрели, раз ушли в Америку, значит, лыжи или следы должны быть по радиусу от места стоянки. И Артюков-то нам, мы под Эдартеном были. Вот на какое расстояние он нас гонял, посмотреть, есть ли посторонние следы. Я ещё в институте, когда нас отправили, говорю, ребята, Амутсен готовился годами, чтобы пойти на Северный полюс, вот, с собаками совсем. А это не подготовившись, потому что никто отменить не мог эту дурость. Вот и Артюков продолжал нас уродовать. На этом половина времени ушло у Блинова, и на этом мы четыре дня потеряли. Вот. На эти поиски следов. Ну, Олег, если, потому что те теории, что всё было там законспирировано, почему было бы им заблужать, чтобы эти четыре дня там, ну, как сказать, заблужать поисковики? Что, почему бы они это делать? Зачем бы им это делать? Я говорю, что инициатива, наверное, исходила от очень высокого дяди, который не хотел отказываться от своего первоначального указания. Вот ищите, и всё, вот должно быть. Если не найдёте, то был случай в моей туристской практике, что погибло полгруппы, погибло на Саянах. Это была группа из нашего Снежинска. Я им, я был председатель городского клуба туристов и председатель маршрутной комиссии городской. Я им утвердил этот поход, хотя группа не соответствовала. Одним словом, полгруппы погибло. На Козыре, в пороге, там, в Зыбай, со страшной историей порог. В том числе и руководитель погиб. Поиски были за счёт предприятия Ломинский. Давал деньги. Ну, а когда там на поисках были ребята, и доказали, что вот, вот, видишь, вот профиль такой, что они лежат, ну, там, это надо видеть фотографии, там сплошные, как вот есть мельницы шаровые. Вот эти вот ямы в граните, туда попадал камень, а потом потоком его крутил и крутил, и он бы сверливал себе, или там ни один камень, а целая куча. На дне было, вот так и засосало их. Они вылезти не могли. Спрашивает Ломинский, спрашивает, а могли они в Китай уйти? Те говорят, да теоретически не могли. Три хребта им надо было перевалить, чтобы уйти в Китай. А, раз в Китае не было, всё, прекращайте поиски. То есть его не столько интересовало причины, что с ними сделал, как они влетели, нас-то, туристов, интересно, как они влетели в этот порог Базыбай. Хотя во всех лоциях написано, вот, за два поворота. Его слышно? Такой на низких нотах, как барабан. То есть все туристы, которые на Казыр шли, они знали, что это, что такое Базыбай. Ну, а руководитель, видимо, промухал. Последний поворот выскакивает, а перед ним не может. Вот. Ну, и влетели сходу. Ну, это другая песня. Я к тому это говорю, что и здесь то же самое. Если бы доказали, вот мы доказали, что следов нет. Ах, следов нет? Значит, не ушли никуда. Всё, ребята, прекращайте всякие поиски. Ну, их нахрен. Вот. Важно, что они в Америку не ушли. Вот и всё. По-другому никак не объяснишь. А вы до сих пор, когда находили тело раньше, до сих пор, когда были там, ну, на перевале, когда-нибудь тело нашли в другой раз? Ещё раз, я не понял вопроса. Вы выделили мёртвого человека, ну, не погребение, а не на похороны, а так, как поисковик. Вы раньше этот момент выделили мёртвого человека, тело? Нет, 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 нет. Это было первое тело в вашей жизни, которое вы находили, Люда и другим. Да. И, кстати, и в последующих своих походах, где были несчастные случаи, а несчастных случаев очень много, на моей памяти было 64 трупа. Тех, кого я знал, друзья, тех, кто погиб и так далее. То есть это в моей группе не было аварийной истории. Ну, вот Борис Мартюшев, мой друг, турист погиб. Погиб, да. Погиб, погибла группа, ну, того же Дятлова погибла группа. Вот когда суммируешь, 64 трупа на моей... А я поэтому говорила, что вы любите жизнь, и жизнь вас любит. Потому что у вас люди не умирают. Но я знаю, что это несчастный случай. Я тоже потом поговорю, ну, поспрашиваю вам, почему вы так плохо думаете о Дятлова, что он всё это натворил, что они разъединились, что он там вместе их не держал. Был такой период. Когда я это говорил, обвинял его, я его обвинял с точки... с позиции профессионала. Ну, я тоже мастер спорта. Хотя он и не был, он выполнял нормы мастера спорта по туризму. Я к тому времени не был, но я сейчас мастер спорта, поэтому я с точки зрения мастера могу оценить ошибки Дятлова. Были ошибки. И Слава Карелин со мной... Ну, никто палатку не ставит на том месте, где Дятлов поставил палатку. Ведь в наше время я специально смотрел в полуночь, когда темно, темень, темень, всё равно вот с места палатки лес всё равно виден. Вот на фоне снега, на фоне неба лес виден был. В полуночь всё, бросай всё и спускайся туда, чего бы тебе это ни стоило. Ты же как в ласточке на гнездо висишь с этой палаткой. Ну, вот это профессиональный спор. Но всегда я в конце... Владимир Михайлович, а можно сразу попутный вопрос? Потому что вы сказали сейчас. Вот смотрите, допустим, предположим, вот группа идёт по склону. Группа 9 человек. Происходит что-то, происходит, и четверо из них травмированы. Чтобы этих четверых травмированных срочно как-то согреть, вы поставите палатку на том месте? Нет. Нет. А какие действия тогда будут ваши вот по поводу травмированных? Ну, всё зависит от травм. Если... Нет, именно такие травмы, как у группы Дятлова. Ну, ни хрена себе. У Золотарёва и Дубининой одни травмы, а у Колеватова другие травмы. Нет, ну я вот как раз про эти травмы и говорю. Травмы достаточно серьёзные, когда людей куда-то транспортировать, не имея средств для этого подручных, там ни носилок, ничего. То есть, ну вот по моему мнению, если бы это произошло, и вот такие травмы бы были, то надо утеплить срочно людей, куда их тащить-то вообще в принципе-то. Тут надо сразу поставить палатку, правильно? Но это в том случае, если сначала были травмы, потом уже факт установки палатки. Вот я про это... Беспредметные разговоры, потому что нужны конкретные условия. Нет ли ветра, мороз какой и так далее, спасёт ли их, если я упакую их в спальные мешки, что делать дальше, снег наметёт, спальные мешки будут всё равно мокрые и так далее. Всё конкретно, за всё отвечает руководитель. На то он руководитель, чтобы он, во-первых, пусть неправильные, но быстрые должны быть решения. Если он будет как шахматист задумываться, то такой руководитель потеряет авторитет. Это блиц. Блиц. Вот создала такая ситуация, приняли решение. Это некорректный вопрос. Это у тебя есть три трупа. Что ты сделаешь? Ну, палатку сделала. Ну, конечно, сделаешь палатку. Они не могут двигаться. А как я знаю, что они могут двигаться, потому что я была в то же самое положении. Они не могут двигаться. Три трупа у тебя. Ну, что сделаешь? Ну, палатку сделаешь. Палатку дашь, чтобы не замёрзли, чтобы не умерли от холода. Значит... Да, ну что их травмировало там? Ну, мы про это сейчас не говорим. Это не важно, что их травмировало. Это не важно. Упала на них ракета там, упал на них... Да, ну, у Владимира Михайловича нет другие ходы. Он стрит трупа. Что сделать? Что ты думаешь может сделать? Вот именно. Именно трупа. Это не травмированные ребята. После этой раны Зина жила, ну, не больше минуты. Вот, Золотарёв чуть побольше минуты. В 2011 году я в институте Амусова мне делали шунтирование сосудов на сердце. Акаша. Вот. И там, ну, академики. И одного из... Он лечащий. У меня был врач. Член-кор. Вот, ученик Амусова. Я у него спрашивал. Ну, вот такая ситуация. Рассказал ему, сколько мог. Он говорит, ну, что... Вот, он сказал, женщина жила столько, сколько ты можешь прожить, затаив дыхание. Вот, затаила дыхание, потому что разрушена грудная клетка, дыхания нет. Вот, насколько ей кислорода хватило, вот это и боженька отпустила ей место. Плюс кома, то есть она ничего не соображает, минута, полторы минуты. То есть вот на вопрос Олега, чем я делал, я прежде всего посмотрел, труп это или не труп. Потому что через полторы минуты у меня второй труп тоже из комы вылезти не может. Ну, с Колеватовым и с Рустемом я бы еще повозился бы. А здесь, ну, ребята, ну, судьба. Другое дело, в чем причина? Причина, ну, тоже предположить можно. Предположить можно. Вот это вот одна из причин, что я иногда плавал между криминалом и технарями. Потому что все крутилось вокруг травм. Могу я объяснить травмы с точки зрения криминала? Ну, есть вот такое понятие, как бритва Акавы. Что-то ты не выдумывай ничего. Чем проще ответ, тем лучше, тем он, ну, более правильный, что ли. Вот этот бритвы, и надо обрезать все дурные варианты. Ну, вот, Олег, она правильная, я и согласен с ней. Даже если бы она молчала, я с ней согласен. Нет, Владимир Михайлович, а если криминал, почему так разные травмы? Это мне всегда так, ну, тревожило и интересовало. Я поэтому и стала интересоваться от случая. Потому что если они все уловину, все там, ну, были сломаны, ну, кости, черпы и все. Это как раз, как раз был мой следующий вопрос. Правда, маленько, маленько он по-другому звучит. Ну, давайте я тогда его сразу задам сейчас. Давай. К вашему, вот этому, к вашему вопросу. Значит, вопрос мой был такой, я вот тоже его подготовил. Владимир Михайлович, как вы относитесь к криминальной версии убийства группы именно другими людьми? Вот если вы против этой, как бы, версии, то назовите аргументы ваши несколько хотя бы. Да. Главный аргумент. Я не понимаю и никогда не пойму, в чем причина необходимости убийства. В то время можно было, если это спрятать какие-то сведения, которые они нечаянно получили, вот, ну, говорю, советская власть тогда умела прятать так людей, что они сами не знали, где они находятся. Но если вариант, который горожанин предлагает, это, ну, уже криминал с точки зрения, или криминал вот тех ребят, которых они встретили на 41-м квартале, что золотишко раскрыли. Ну, ребята, здесь тогда вся команда, их 9 человек же, ну, это их 9 человек, как минимум 9 человек неожиданно должны напасть и победить, непременно победить. Но травмы у Калмогоровой, у Дятлова практически не было травм. У Рустема, да, травма головы, но он мог быть отходчив. У Кибо была травма, у Калеватова нет, и так далее. То есть, были очень легкие травмы, или не очень, а просто легкие травмы, и были вот две травмы очень тяжелые. Значит, кто мне сообщал? Тибу, Дубинина, Золотарев. Да. 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 Значит, мне сообщали, а, у вас, Тедди, у вас вот это вот три профессора болгарина, один из сказал, вот, Золотарев лежал чуть на боку, а вот этот лежал чуть на боку, не на боку, а придавило, и вот поэтому кривое было дерево, поэтому она криво и распределила все травмы. Казалось бы. Я вас не критиковал. Я у всех эти врачи, они, ну, они судом медики, судмедики, это эксперты, и они начальники отделения. Я спросила, могли ли эти три жить, чтобы там, где палатка была, до кедра, чтобы живым были там принести. Они сказали, они не могут вообще и 15, и 20 минут, они вообще в сознание не могут дойти. Это значит, что если травмы как-то там на горе получили, а потом кто-то тащил им вдоль, то они были мертвы где-то там на короннике. Они уже были мертвы, не дышат. это вам профессора сказали так из-под длани. А я был, когда у Амосова, это институт по сердцу. Вот, и я задал вопрос, и в деталях объяснил, что вот сломано у этой 10 ребер, у этого 6 ребер, слома были. Показывал картинку мне вьетнамка как-то сбросила. А вот этот жил не больше полутора. Это значит, что они травмы получили в самом низу. Вот уже они пешком шли, не бежали, им бежать было некуда, хотя и разуты были. Я тоже это не понимаю, но я вообще не понимаю, зачем они бежали. Фарсегова доказала, что бежать бесполезно. разутами она проводила эксперимент. А какой эксперимент? Потому что сейчас на все эти экспедиции сначала Шура, а потом и Стас Евдокимов они доказали, что можно идти весь день, весь ночь в носках, ничего плохого не случится. Алексей показал, что можно. у Калмогоровой были уникальные носки, шерстяные носки, а она подшила стельки из овчины. Ну, Шура сделал то же самое, оделся, как одета была Зина, взял киноаппарат и пошел. Дошел до ручья, вернулся опять к месту палаты, еще полдня мог бы ходить. Да, это Наталья Варсегова поэкспериментировала вот так же в носках, она вышла на снег, прошла 50 метров, ее потом полдня оттирали, потому что носки тут же стали мокрами. А эти в носках пошли, вот здесь вот масса вопросов, которые опровергают официальную картину, как все это происходило. Что, да, официально завалила их лавина. Ну и что? Ну и что, лавина это две минуты. Может копайте свою палатку. Что ты, это я Игорь уже говорил, что ты Владимир Михайлович, я не думаю, что это официальная версия, потому что когда Куряков когда это говорил, у него не было униформа, и они потом там ну с работу уволили, уволнили. я не думаю, что это официальная версия. Официальная версия это как дело закончило в 59-м году, и она говорит, что они не знают, что случилось. да, все, значит, да, какая-то сила, про которую мы ничего не знаем, но она была непреодолима. Ну, это верно. А я думаю, что это гениальное заключение, потому что оно верное. Потому что это может прилепить к любой стенке. Не объясняю. Давайте вернемся, что вы увидели в Гураге, да, потому что ну люди хотят много узнать, что вы увидели. как будто ну а вы Дубинина, ясно, вы знали, что она женщина, но это будет Дубинина, вы не знали никого из четырех тела, а Золотарева, здесь кто-то спросил, увидели ли вы татуировки у Золотарева? Нет, 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 нет. Хорошо. Мы, как мы себя вели. Вот у нас, когда доставали, вот у нас есть следователь Иванов, вот стоит на горочке, вот у нас есть следователь Кемпалы, вот рядышком стоит, вот у нас есть возрожденный, вот он стоит, вот они стоят как зрители. Ну, что мы будем задирать каждому рукав, чтобы посмотреть, а что у него здесь-то есть? Естественно, вот достали, вот они лежат на снегу, мы Людмилу положили лицом вниз, потому что, в общем-то, у нее были вымыты губы, неприятные было, мы ее положили, тряпками закрыли, а эти-то были лицом кверху лежали, да, без глаз, да, это, все было там. Вот почему нами не руководили, потому что Иванов уже слетал в Москву, его там чем-то накачали, и ему уже было неинтересно. Вот, мы не проявляли инициативу, нам сказали, достаньте, а дальше не ваше дело. Так же, как не проявляли инициативу, чем срезали вот эти верхушки, ножом ли, срезали тогда, где нож. Иванов сказал бы, препарирует, переройте все снег вокруг и найдите мне нож. Мы бы сделали. Ну, раз Иванов молчает, то, естественно, мы и не искали этот нож. Ну, и так далее. То есть, не было руководства, ребята, мы неграмотные, мы негры, приказывайте нам, что делать, мы вам сделаем, сдадим вам результат работы, а там уже соображайте. Вот так же, как мы погрузили, вот, без анализа ожидающий, Иванов ведь сам мне говорил, что ты, давай, вот, руководитель, пошли, не будет, приходи ко мне в Свердловск кабинет, я тебе фотографии дятла в Свердловске дам. Ни хрена он мне ничего не дал. Вот. Поэтому и мнение до него было, потому что хвостов много. Ведь это уже средина мая, когда я вернулся в институт, и мне до конца мая надо было сдать четыре курсовых проекта. Четыре за две недели, это никогда с таким темпом никто ничего не делал. Поэтому я ночами сидел за букварями. И Иванов, тогда меня особенно интересовало. Владимир Михайлович, у меня очень мучительно это расспрашивают вам, потому что знаю, что это тяжело, и вы не помните детали, и не была ваша работа, помните детали, но все спрашивают, что было в враги. Я знаю, что это некорректно, но все спрашивают о блокноте Золотарева. Ну, скажите, что помните с вашими словами, я не буду тащить так слова в рот. Да, да. Значит, ну, когда мы откопали люду, и три головы вот в пределах видимости появились, ну, чуть больше мы грудь откопали вот, потому что первоначальник говорил а-ля Золотарев, или просто Золотарев, потом меня Майя разоблачила, говорит, это был не Золотарев, это двумя часами было, и так далее. Я сказал, тогда все эти а-ля были для нас, мы никого не знали в лицо, вот, Артюков говорил, что вот это такой, это такой, а нам было наплевать. Значит, в руке был зажат так в полу, в полу вот так вот вложена записная книжка, та, которой вот они писали дневники, и лихорадочно, Артюков стоял в полуметре от меня, лихорадочно Артюков бросился, схватил эту записную книжку и начал листать. Листал, 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 мокрые листы были, да, он их, и потом до конца долистал, она вся пустая была, вся, но ни одного, ни одного листочка, там не было каких-то знаков, вот, и он в сердце сказал, эх, не захотел, не смог записать, слюндяй, потому что ждали, что он записывает, мы погибли от того, три слова и умирай, чистая записная книжка, и вот здесь вот я выключился, у меня были новые заботы, меня уже эта книжка не интересовала, она уже вообще никого не интересовала, ну, Артюков, поскольку он был, считай, хозяином, это он держал, вот пока доставали, вот он в правой руке постоянно держал эту книжку, а потом, я в какой-то интервью сейчас, потому что я прочитала все, что вы говорили, ну, так, чтобы не повторить что-то, я думаю, что где-то прочитала, что вы сказали, что в руке трупа вы не увидели блокнота, только в руке Артюкова, правда? Да, это правда, потому что я не особенно внимательно относился к трупам, какое-то было рассеянное, видимо, внимание, а здесь Артюков, когда вздрогнул и стал центром внимания, а поскольку я стоял рядом, то вот здесь вот я и увидел эту записную книжку у него в руках. Значит, мы не знаем он, откуда выпишет. такая вот история. А дальше судьбу я не знаю. Предполагаю, потому что я уже могу ошибиться, что Артюков оставил себя на память. Зачем, я не понимаю. Иванов в своей газетной статье сказал, что нас, я не помню, он так и сказал, я не помню, чтобы была какая-то записная книжка, но если бы она была, она нас не интересовала как вещдок. То есть нам неинтересно было с ней возиться. Что я говорила, что если этот блокнот был праздный, то они, никто бы не интересовался, как и дневники, у которых не были там последние даты записей, они просто увезли. Ну, а кто у кого остался это, это был не, и это неинтересно, потому что ничего не было написано, но интересно было, у кого был он, потому что это могло быть просто праздный дневник, который никто ничего не писал в дневнике. А всё это интересно для нас, потому что говорили, что, а вы говорили, что он был в руке Золотарёва, а это даже сложно представить, потому что тела, мёртвые, трупы, это кадровическая падка. Это очень редко получается. А мы, дедосоведы, мы всегда украшаем. Сейчас вы увидите, что мы говорим, что в одну руку бил блокнот, в другую била ручка. Ну ничего такого вы не видели, да? Ручку видели? Нет, нет, нет. Вот в руках нет. А у Артюкова видел. Вот и всё. Да, так её можно ставить. Если что-то добавить, давайте. Добавить одно я хотел бы. Всё-таки зря по общему списку Иванов дал согласие Масленникову и Темпалову уничтожить якобы неценные вещдоки. Якобы. Вот если бы они сказали, слушай, нужно, не нужно. Вот сегодня не нужно. А вот через 50 лет это будет всё нужно. Давай оставим. Как оставили палатку. Как потом Кунцевич искал каждую мелочёвочку, чтобы как мышка затянуть себе в норку. Ну зачем ты уничтожил, к примеру, кроки, которые Дятлов срисовал у Ремпеля? Ведь он же там что-то рисовал. Он же не просто так к Ремпелю ходил. Вот. И так далее. То есть ценнейшие документы были уничтожены. Это Кребунищенко рисовал кроки, да? О них, говорите вы. Кребунищенко рисовал кроки на этот поход. Это многоценная вещь. Это не лишняя вещь. Это доказательство. Это... Да. И тем не менее Масленников это уничтожил. Масленников это уничтожил. Якобы не представляющие интересы для следствия. За что я одной там корреспондентке, она восхищалась Масленниковым, ну я ей сказал, что больше надо ругать его, чем восхищаться. Потому что уничтожить такие документы, это нужно быть, ну, настолько равнодушным к событиям. Мы и то храним, вот как старики, очевидцы, храним каждую детальку, как бы не забыть. Спросите еще ребят. Да, они сейчас в голову придут этот вопрос. Я хочу сказать вам вещи, которые только вы можете нас ответить. Они никакие большие, такие, весь случай группу Дятлова разрешат. Но это мелкие нюансы, которые только вы можете нам сказать. Ну, про враги. Я не протянула мой вопрос. Когда вы начали копать? Вначале вы нашли настиль, да? Там Манси говорили, а потом кто? Ауртюков сказал вам копать здесь, да? И вы нашли настиль. А кто решил, как, ну, Ауртюков решил, это достаточно копать здесь, давайте 20 метров вдоль копайте опять. Почему вы от настиля точно на тело попали? Как это произошло? Да, это моя инициатива. Как только мы нашли настил, ну, мы же ожидали, что вот должны быть и ребята где-то рядом, раз вещи-то вот они. Ну, мы там одну вещь нашли, штанину, по дороге от Кедра до Роскопа. Ну, что, ну, 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 а людей-то нет. И вот произошел выдох, и мы все пошли в палатку обедать. Обедать. Ауртюков никаких заданий не дает. После настила. После настила. Когда мы ожидали найти и людей, а их не нашли. А цель-то наша была не настил, а люди. Поэтому мы пошли пообедать, выдохнуть. Артюков никаких нам указаний не давал. Видимо, сам чего-то там соображал. Ну, раз начальник не дает, давай поспим, к примеру. То есть все по-своему начали выключаться из проблемы. А мне что-то не спалось. Это очень ценно. А мне не спалось. Да? Я взял аварийный зон. Не спалось. Вот я взял аварийный зон. Вы знаете, сейчас впервые с настилем. Есть вопросы. Вы когда-то... Что вы думаете о настиле? Вы какого-то сооружения делали? На ваши походы, почему? Кто, думаете, это сделал? Как вы нашли его? Там, ну... Четыре места не было, да? Это все было так размешано. А вы решили, что там... Ну, как называется? Дрехи? Как называется это, что положено там на настиле? На четырех уголах? А, все понятно. Все понятно. Значит, мы очень аккуратно, когда мы лопатами работали, потому что лопата просто снег не брала, снег мокрый, слежалый, такой тяжелый снег. Мы вырубали и руками выбрасывали. И вот когда мы... Вот уже прозрачный, вот он настил, и мы как археологи чуть лентисточками начали. То есть мы не трогали тряпки. Не трогали. Мы только расчистили, сколько могли. И Артюков сказал, не трогать. Вот завтра прилетят, вот мы им показываем. То есть вот для следователя. И все. И мы не трогали этот настил. И пошли в палатку. Ну, говорю, кто-то отдыхал, кто-то делал это. И мне не отдыхалось. И я пошел с аварийным зондом снова туда, к раскопу. И я начал тыкать этим зондом. Ну, как мы до этого все время проходили, как и вчера делали, позавчера. Вот так вот. Потому что накануне мы на оперативке у Артюкова мы решили, что раз вот это, препарировать весь ручей. Вот оттуда и вот до Устья. Ну, это неделю, две, три страшной работы. Поэтому вот рядом с настилом, ну, сам Бог велел, ну, давай вот немножечко выше, немножечко ниже. Но выше было плохо, потому что мы туда выбрасывали этот снег. И туда набросали с метра снега. А здесь вроде бы и поменьше. И вот я начал, что, может быть, ниже эти трупы-то, начал без надежды что-либо сделать. Потому что ткнул, вытащил, а там мох. Ткнул, вытащил, а там мох. Вот на этих крючках. А потом ткнул, так же мягко было. Мох очень мягко шел. Так же вытащил, оп, а там кусок мяса. А вернемся на настиле. А вот, значит, настиль вы не трогали. Там как одежды нашли. Это четыре стопок одежды. Они не были по краям настиля? Или были? Да, были. 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 Мы откопали, это уже там лежали. Это новое для меня. Я думала, что вы так решили, что... Значит, так лежали на четыре ступок фуглов. Это очень интересно. Да. Да. Настил-то маленький был. И когда Кунцевич говорил, что это настил, где они хотели палатку ставить, да это поставить палатку на пеньке. Потому что не больше полутора метров, это там для четырехметровой палатки, для десяти человек. Там делать нечего на этом настиле. Но Кунцевич тоже. Все очень осторожны. И я осторожно говорю. Да. Если мы думаем сейчас, а кто сделал это настиль? Ну, если дятловцы там ночевали, они могли просто найти настиль и воспользоваться с настилем, чтобы там мыть посуду, руки, лицо. Тедди, вершинки-то были свеженькие. Это были не старые, желтые, кем-то месяц назад, потому что следов-то никаких не было. Посмотрите, что месяц назад, вот они или там полтора месяца до дятлова, они бы там уже и постарели. Очень хороший партнер. Нам казалось, что вот они живые. Значит, помните, свежие ветки были. Да, значит, это дятловцы могли сделать или после дятловцы. Или дятловцы. Потому что это было на сколько метров? Два метра с половиной, да? Глубоко. Когда вы настиль нашли. Два метра с половиной. То есть настил на открытом месте делали. Это потом последующая пурга, последующие наносы снега, все это снивелировали, сделали ровно. А для них это было спасение спрятаться от ветра, который проходил выше. Никакую пещеру они не рыли. Потому что когда мы оголили вот эти вот стенки раскопа, не было следов, что там была какая-то пещера чем-то возилась. Ровные стеночки. Вот постепенно снег валил, валил, валил. И не было такого, как у археологов раскопы. А вот здесь пожар был, вот здесь вот культурный слой. Вот это снова мне Галина, вьетнамка, объясняла, как они раскопы это делают. А у нас чистые стенки были. Значит, как они погибли, вот их постепенно заваливало, заваливало и завалило. А вот вопрос, использовали какие-то тургруппы такие настилы? Вы видели такие настилы? Вы делали такие настилы? Ну, я летник. У меня летние походы, они мне не нужны были. А из зимних, у Согрина была практика такая, он к несчастью, в начале маршрута, на какой-то там второй, третий, четвертый день у них сгорела палатка. От печки сгорела палатка. И вот как они ночевали. Вот они в снегу делали яму, забрасывали ее лапником. Вот на лапни, телогрейки, телогрейки, обрывками палатки, они сверху закрывали эту яму. И так вот и жили. Печка была, ей ничего не было. Поэтому, ну, это надо быть согренным, чтобы догадаться и не возвращаться с маршрута, ночуя вот в таких ямах. Вот тогда настилы нужны были. Он и делал настилы. Потому что просто так лапнуть на снег сложно. Нужны чего-то твердое. Это о плотину. Это не вопрос о плотину, потому что вы, прежде чем вы нашли тело, вы думали, что надо, потому что много вода шла, ну, плотину сделать, чтобы не вымыло тело вдоль. А когда вы нашли тело, они не выглядели, как будто они могли шли нисколько по воду и вот в такую позу, в такую кучу там, ну, как вы нашли. Как будто они самые, я не думаю, что они умерли в эти позы. Дубинина, может быть, потому что, ну, она так сидела, как можно вода так ее положить. На остальные три ребят, я не думаю, что они умерли вот так. Все, не знаю, не можно ли. Наверняка, их вода просто скомпоновала, что они лежали на какой-то дистанции друг от друга. Ну, может быть, два последних в обнимку. А так они вот этой водой были спрессованы друг с другом. Да, я вот так объясняю, почему они на какой-то дистанции с настилем. Потому что есть какая-то связь между настилем и телами, да? Но они не возле настила, они просто там. И, ну, я пытаюсь, с какими-то событиями это объяснить, и я думала, что, может быть, настил был там, но кто-то просто после нескольких дней вытащил тело в реку в близости настиле, и просто они по воду там, ну, пошли вдоль, где вы и нашли. Потому что я думаю, что если вы бы не нашли их, когда это сделали, они бы сдвинутся вдоль еще по речку, ну, через месяц, чтобы они бы не остались там, если бы вы не нашли... Да, мы размышляли. Вот на оперативках у Артикова мы размышляли, где чего-то по этому платинку строили, что если мы их поздно найдем и будем препарировать ручей сверху, а в это время поводок пойдет. Потому что в мае месяце солнце уже жарило по-летнему. Хотя там снег лежал, все, но мы в коротких рукавах, рубашечках ходили. И нам не холодно, хотя и на лыжах. Поэтому сделали плотинку, что если мы там провозимся и их смоют, так они ниже плотинки тоже никуда не денутся. Их плотинка задержит. А было ли достаточно вода, чтобы смыть тела? Там, где вы нашли их, было ли достаточно вода, чтобы смыть тело? Эдди, было достаточно снега. Было достаточно снега и было достаточно тепло. Поэтому поводка мы боялись. Мы не ручья боялись. Ну, давайте сейчас начнем с палатки, если вы не против. Это был мой начальный вопрос. Ну, палатка, в нем надо согласиться, что это самый такой момент, который разделяет деталстоведы. Они веруют, что палатка была на склоне, другие, что не было на склоне. Я не скажу, где было, но где-то на другом месте, потому что очень трудно объяснить, почему же дятлов там ставить палатку, если не было и, ну, какие-то страшные условия. Так, я хотела спросить, как думаете, было ли дно на эта палатка? Потом я объясню, почему. Да, да. Да, было дно. Правильно. Потому что, ну, немного ясно, но потом я даже нашла Бартоломей, он воспоминания говорит, по ходу, в котором мы ходили с Игорем Дятловым за год этого, в 1958 году, на Приполярный Урал, был такой случай, стал резко нарастать ветер, и минут 10-15 превратился в ураган. Мы не могли поставить палатку, потому что были выше зоны леса. Ветер был такой, что валил с ног. Единственное спасение было раскрыть палатку, придавить ее рузаками, залезать внутри и закрыться. Значит, я думаю, что если нет дна, это не может делать. Значит, было дно. А почему я это спрашиваю? Впервые, потому что если есть ветер, и все, можно залезть в палатки. И там со стелами, рузаками, и все, так установит палатка, чтобы она закрыла с ветера, и с температурой. Но другое, меня интересует, потому что все говорят, ну, на дна палатки, впервые были лыжи, а потом были рузаки, дела, и там одежда, и все. Но если есть дна у палатки, они не могли увидеть, как были лыжи положены под палатки. Я просто объясняю, почему я этот вопрос спрашиваю. Потому что нет, это другая сторона расследования, которой нету, потому что они не сделали никакой опис, как, ну, я думаю, кто бы, бруснице надо было записать все вещи, которые вытащили из палатки, и он ничего не это не сделал. Но все вы, это не была ваша работа, вы впервые это делаете. Он не знал, как это, он был тоже очень расфокусированный, он не сделал никакой опис, как были вещи в палатке, все было выложено с палатки, а потом они там палатку перемещили, все вещи возле палатки, и потом лыжи они исправили. И это первое фото, которое мы после там, как Коптелов и Карелин, ну, это самое популярное фото. После тот момент, это первое фото, палатка зарита снегом, и после того, у нас лыжи уже торчат. Значит, мы не знаем, как были вещи положены внутри палатки, ничего об этом не знаем. Еще, как были самые лыжи положены, потому что, когда я стала интересоваться от случая, я спрашивала все, а хорошо ли была положена палатка на склоне, как все поправила. И все сказали, да, все было поправила. А кто это видел, кто это доказывает? Почему я спрашиваю? Это можно, это не в связи никакой теории. Это можно быть, если Дятлов сделал какую-то ошибку, если другие сделали какую-то ошибку. Мы не знаем, как лыжи были положены, потому что нет ничего, потому что есть дна у палатки. Ничего не знаю. Это все теоретически, что мы говорим о палатке на склоне. И, ну, я продолжу с палатки. Так, я хотела вам спросить. Масленевых он заявил, что палатка была поставлена квалифицированно, чувствуется, так сказать, мастерство и так далее. И вот это высказывание замурило все мозги, всем, что палатку поставили профессионалы, вот, поставили на лыжи, и все. Поэтому там и Коптелов, и другие, которые там ковырялись, они как-то были закомплексованы вот этим авторитетом мастера спорта. Он был единственный там мастер спорта. Он действительно был грамотный как турист, ну, как следователь. Я, конечно, не хочу обвинить его, что он специально отводил внимание это. Но он заявлял и отстаивал это. И его, кто он, муж его дочери, это кто? Это же не племянник, да? Ну, разбирайтесь сами. После смерти Масленникова говорил, что да, Евгений Поликарпович не настаивал, вот так вот, потому что он там длинный разговор, но не настаивал, что палатка поставлена дятловцами. Ну, это вообще замурение всех. Тогда где оно было поставлено, как вы говорите, что там внизу под листьями, под деревьями и так далее. У нас нет никакого доказательства. Я включаю это и документы, которые вы мне прислали, я все там видела. Это было бы очень легко принять, что эти фотографии, которые мы не знаем, какой происход, что это палатка дятловцы под кедр, ну, я не думаю, что это так просто. Но, я хотела бы только сказать вот это. Все нападали дятлов, что он ошибки сделал, да, там положил палатку. Я думала, что желание Масленникова не только, чтобы, ну, как-то, они все хотели унивинить дятлова, что он знал, что он делал. Я думаю, что это не помогает, этот случай. Кто был впервые, тем палат был на палатке, да, кто разрезы сделал. Шаравин и Слопцев, они ничего не трогали, да? Спирт. Спирт, да, да, они увидели, что никого нету, и, ну, они видели лыжи, или что под палаткой, или как она была сделана, и вообще вы тогда об этом не думали. Ваша задача была найти люди, а не как было сделано палаткой, думать о 100 теорий, которые появятся 65 год после того. Это что я хочу сказать, как и Иванов. Иванов сказал, ну, делайте фотки, дайте всем, чтобы они увидят, что все было в порядке с группой, что они ничего плохого не произошло. Он это не знал, что есть на фильме, да? Как думаете, почему он послал это в фильме? Он послал, чтобы проявлять вредность, прежде чем он знал, что на них. Если была какая-то конспирация, как можно было это сделать? Ну, там все ребята, которые проявляли фотки, это было прежде чем Иванов знал, что на эти фильмы, да? Да, 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 да. Ну, и во-первых, Иванов появился там не с первых дней поисков, он потом прибыл на поиски, там, на второй или третий день, когда уже и Темпалов с палаткой разобрался, и ему не мешал Масленников, вроде бы и помогал как консультант и начальник и так далее. Вот эти вот три дня, да, в общем, Иванов ведь сам был неграмотный по части туристской квалификации, где он мог сказать, меня не интересует, а интересует вот это. Он не мог отделить главного от второстепенного. Владимир Михайлович, я хочу спросить вам еще одно штука, что вы не делали как водник летом, это лабаз. Я знаю, что вы лабазы никогда не оставляли продукты, но меня очень интересует ваше мнение. Если вы знаете маршрут Дьяволова, но если надо было оставить, потому что я читала, что ваше мнение, что это очень важно, чтобы тягло, если не надо нести, надо оставить, это очень тяжело. И если надо было оставить 60-50-60 килограмм зимой, куда бы вы оставили этот на сложный сложный вопрос. Почему? Потому что в такой ситуации может быть тысяча вариантов. Тысяча вариантов. Вот. Значит, ну, его же дальше маршрут был после Атартена сразу нырнуть на запад, в хребет, в главный уральский хребет. А здесь хочешь, не хочешь, вот от Лабаза до Атартена там километров 15 еще было. Вот. Это значит, что хочешь, не хочешь, а ты возвращайся в Лабазу, загружай его, и теперь уходи на Уйка-Чукур. Вот. Правда, это немного. Он терял во всем. Вот. Здесь продолжение маршрута рядом, потому что главный хребет, он был рядышком. Там вторая гряда была уже. Вот когда вы же там были наверху, на этой 10-79-то, с рогами-то стояли. Вот у вас за спиной-то была вторая гряда Уральских гор. Вот туда должен был Дятлов быть, а потом по нему и до Тошемки на юг уходить, 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 уходить. Ну, с точки зрения академизма здесь без разницы, где он поставит Лабас. Потому что в любом случае он может, не теряя ни километража, не теряя дней, ничего не теряя, выйти на продолжение своего маршрута. На продолжение. То есть на запад и потом на юг. Вот. Поэтому наверное он правильно сделал. Правильно сделал, что где ночевка, там и Лабас. Что хоть эти 60 килограмм не тащить куда-то к ручью, например, туда вниз. Хотя я сторонник, что лагерь-то надо было делать в ручье, а не на склоне в ручье. Потому что как обычно делается восхождение? Не для группы Дятлова, а вообще. Как делается восхождение? Собирается ударная группа, вот, 4 человека, и они уходят. Уходят на Атартен. А пятеро остаются в лагере. Идут добровольцы, к примеру, Пятеро остаются в лагере, они сушат всякие вещи, которые сырые, они готовят хороший обед, потому что надо идти только тогда, когда в этот же день и возвращаться. То есть это рано утречком ударная группа налегке с рюкзаками весом 3-5 килограмм, чтобы только на перекус взять с собой продуктов, быстренько сбегать туда. Ну, самое лучшее это упасть в долину Лозвы, хотя Лозва, она неудобна, потому что левый берег Лозвы очень крутой. Мы когда выходили, на него по четвертому ручью со Степаном Куриковым, вот тогда он подстрелил глухаря, мы же выходили на Лозву, вот, мы вернулись, потому что у нас перед глазами почти стенка стояла на том берегу, ну, что нам туда лезть, и следов там наверняка не было, потому что и дятловцы собрались уходить на Северный полюс, они тоже не полезли на эту крутизну. Проще было по реке идти вверх, а там уже левый и правый берег были, ну, совсем по логике. Вот, мы не пошли. Задание у нас было посмотреть, ну, будем так говорить, было одно задание, а вылезти на Тартен задания не было. Если бы Артюков приказал, мы бы слазили, слазили, потому что там уже мы, во-первых, налегке были, у нас мы без рюкзаков ходили, мы бы спланировали, если бы не Куриков возглавил, а я, мы бы спланировали рано, утречком, по Зорьке, было видно, что вот только по Лозве и выходить. Вот, и дошли бы по Лозве до хребта, до Артартена, там много, много, много станцев на вершине, под вершиной 60-метровая практически отвесная стена до озера, вот, ну, сориентируясь, сходили бы, записку посмотрели, не оставили записку, хотя это очень тяжело, там нет главенствующего останца, что вот здесь вот, ну, с треногой, например, тригонометрический знак, что да, вот под этим и все, потому что, там с десяток, как зубы торчат, ну, где Дятлов мог оставить, почему и Акслерот, будучи Степикиным, там, наверху, они задачу не ставили посмотреть, ненароком ли все-таки был или не был Дятлов на Артене. Давайте пошаримся, может быть, вот здесь, вот здесь записка нет. Но они нашли записку, от среднего ушли, сейчас, московская группа, да, они нашли записку на Артене, да, от другого похода, лета. Я сейчас, когда фокус на меня, я задам свои вопросы об этой лабазии, точно на Артене, выход на Артене, чтобы вы так прокомментируете. Я как-то, я думаю, что Дятлов не знал, по какому путь он вернуться, потому что это надо было первый зимний сход на Артена, и, может быть, он не знал, если по хребту, а и погода какая будет, или по тропой назад вернутся по лозову. И у меня два вопроса. Бывает ли такого, если он оставил лабаз в лес, в лесу, в любую сторону хребта, может быть, они не все должны сходить к лабазу, чтобы, может быть, 4-5 человека только с рюкзаком, чтобы забрать продукты, а все остальные могут ждать их на хребт. Это мой первый вопрос. Второй, не бывало ли такого оставить лабаз на самом хребте, на хребте, там, где, потому что когда они, ну, там, где палатка была, я думаю, даже если они сходили ночевать в лесу, это странно ли оставить продукты на хребте, закопать там, потому что и было снега достаточно, ну, и что-то маркировать их, а потом, когда они назад вернутся с Атартена, если по хребте, если при перевале, они будут на лабаз выйти, это хорошее ли решение? Да, очень хорошее решение, при условии, что установка палатки на склоне не было экспромтом, то есть, если он запланировал заранее на предыдущей ночевке, что именно здесь он будет на хребте, на склоне ставить палатку, конечно, ямку выкопал, палаткой прикрыл и иди дальше, к примеру, или здесь часть людей оставь, а иди по хребту траверсируй, траверсом так и уходи, потому что атортен был уже в пределах видимости, там ни компаса, ничего не надо, но это только предположение. Вам не было слышно, что вы думаете, только лабаз оставить на хребт, а не палатка, вы думаете, что надо было ночевать, где они сделали лабаз, или можно быть, просто остановиться, потому что это был короткий день, остановиться на хребт, оставить продукты, и два часа не шли. Ну, видимо, видимо, либо здесь у Дятлова не было устойчивого решения, он мог потерять ориентиры, то есть до атортена, это как предположение, что ему дольше идти, чем фактически, то есть он говорит, ну, что я буду оставлять здесь людей за три дня до атортена, я продвинусь немножечко, немножечко, а потом раз и поставлю, но Зина вот пишет же в своем дневнике, наконец-то мы решили ставить лабаз, значит, накануне Дятлов убирался, что мол, зачем здесь лабаз делать, ребята, но они не могли подмениться на грехе, его ломали, давай, это было ясно, что им тяжело, они не сделают маршрут с такие тяжелые рюкзаки, но это, значит, но они не прошли и треть маршрута, треть маршрута, по хребту им на юг все равно полных рюкзаках практически, поэтому ваше рассуждение, что они хотели легкими рюкзаками, тогда что они решили переться еще дальше, у них рюкзаки будут те же самые, то есть это неубедительно, я считаю, что лабаз Дятлов сделал правильно и в том месте, в котором это оптимально, другое дело, что он дальше делал, могло быть неоптимально, но здесь он ничего не терял, ему надо было перейти на главный уральский хребет, вот и все правильно он сделал, правильно разгрузил, ну а дальнейшее, конечно, дальнейшее, но все-таки основную-то еду они взяли, у них все-таки осталось и корейка осталось, и сухари осталось, здесь он не спешил, он мог бы там час-полтора, чтобы выкопать, чтобы ориентиры поставить, чтобы потом найти этот лабаз и так далее, но там наши вот следы, правда, нельзя сравнивать, наши лыжные следы, ну, неделю держались, неделю держались, вот, а на лабаз у нас вообще-то был как проспект, от места установки палатки, там же, ну, мы несколько раз там были в лабазе. У меня такой вопрос, если, это тоже самый вопрос, который Олег пытался задать, и я не разрешила ему, если там травмы были такие тяжелые на хребта, что вы бы сделать, что сделать, а мой вопрос, если тоже самые травмы произошли в лесу, и вы не можете никак помочь этим людям, что бы вы сделали, ну, просто поставьте себе в таком ситуации, в лесу, подź дам и Продолжение следует...